Вечный Все шалости и чудеса — это незабываемое послание. Каждая боль и страдания исполнены на заповедь. Бутон, что расцвел тысячи лепестков. Воистину, аромат тех первых лет был уникален. Однажды, когда Свами говорил со студентами MBA в комнате для интервью, они сидели вокруг него. И я думаю, это было в то время, когда они все заканчивали обучение. И Свами задал очень интересный вопрос. Свами спросил, что делает муравей, когда находит кусок сахара? И далее продолжил. Когда кто-то из них замечает сахар, один или два муравья видят лакомство. И что же они делают? Они не начинают его есть. Они немедленно возвращаются в свою колонию и передают остальным, что поблизости есть сахар. Я попробовал его, и он сладкий. Мы можем вместе пойти туда. И тогда все муравьи идут туда все вместе. И Свами говорил, вы попробовали сладость. Вы почувствовали сладость пребывания со С вами. И вы должны иметь возможность делиться этим, кого бы вы не видели. Не обязательно словами. Не обязательно говорить об этом и рассказывать всем. Но через ваши действия, через вашу жизнь. И это именно то, что начало происходить. Потому что Свами в своей маленькой деревеньке делал такие феноменальные вещи. Как вы думаете, люди там сохраняли молчание? Наименее ожидаемо это было от Камаламмы и Субаммы. Потому что эти двое преданных, они были убеждены. И поэтому они начали рассказывать всем родственникам и друзьям, с кем бы они ни встречались, с кем бы ни переписывались. Они начали рассказывать, что вы знаете, этот мальчик, что живет в нашем доме, он не обычный человек, он Саи Баба. Если у вас будет возможность, приезжайте посмотреть на него. Он может материализовывать предметы, излечивать людей. Одним из первых, кто откликнулся на это, был брат Камаламмы. Его звали Кришнамурти. Он жил в Бангалоре. Я думаю, что это место все еще существует, Чамрадж-Пет. Это область, где он жил. И он решил приехать и посмотреть на этого Саи Баба. Он был молодым человеком, скорее всего, студентом тогда. Он жил в доме этой пары, Нарьян Шармы и Савитраммы. Вероятно, как арендатор или как гость. Он сообщил им, что собираются в Паттапарте. Его сестра позвала его. И ему удалось вдохновить хозяйку дома, и ее дочь присоединиться к нему. Наверное, это была первая группа преданных, которые приехали из Бангалора, что за пределами штата Андропрадеш. Итак, они приезжают, и Савами беседует с женщинами, Савитраммой и ее дочерью. И Савами говорит им, не волнуйся, твой муж тоже приедет. Но мать и дочь уверяют Савами, нет, Савами, это невозможно. Он очень догматичный брамин, и он никогда не приедет сюда. Савами говорит им, он уже в пути, не волнуйтесь, он едет с еще одним мужчиной, который также живет в вашем доме. Нарайан Шарма приехал с этим человеком. И так он прибывает на место, и тут же Савами ведет его и других людей этой группы к реке Чатравате. И так Савами берет их с собой, показывает окрестности, Савами поют баджаны. Через некоторое время Савами просит всех уйти, но Нарайан Шарма, он просит остаться. Савами ведет его к берегу реки и говорит, смотри. Тот сможет вниз и видит отражение Савами в воде. За отражением Савами он видит ауру, которую нельзя увидеть напрямую. А затем он видит, как отражение ауры Савами меняется, и перед ним предстает весь Даша Аватаром. Он рассказывает, что на месте калки Аватара, на белом коне, он видит Савами, сидящего там. В момент, когда он увидел эту сцену, он упал к ногам Савами и сказал, Савами, избавь меня от рождения и смерти. Он не говорит, о, ты Бог, позаботься о моей жизни, у меня есть дочь, помоги выдать ее замуж. Вместо этого он просит, дай мне избавление, дай мне мокшу. И тогда Савами поясняет, вот почему я позвал тебя к себе, потому что, Нарань Шарма, тебе осталось жить недолго. У тебя осталось всего несколько месяцев жизни. Затем Савами взмахом руки материализует Джапа Малу. Надевает ему на шею и говорит, не волнуйся, я позабочусь о твоем избавлении. И не только об этом. Но даже после того, как ты уйдешь, я позабочусь о твоей семье. Твоя дочь, это моя забота сейчас. Уже позже Савами говорит Савит Рамме, у тебя не будет сына, не молись об этом. Ты переживаешь о своей дочери, но я позабочусь о ней. Не волнуйся, я позабочусь о ней, я выдам ее замуж. Отныне это моя обязанность. Как сказал Прем, нужно много веры, чтобы быть в состоянии принять то, что дает Господь. Потому что иногда то, что Он дает, кажется неприемлемым для тела и ума. Просто представьте, что Савами сказал бы Савит Рамме. Нет, нет, у тебя не будет сына. Твой муж должен скоро уйти. Что будет думать человек в таком случае? Когда происходит что-то неожиданное, например, мы ужасно написали экзамен, но оказались на первом месте, мы говорим, «Спасибо с вами, я знаю, что не заслужил этого, но я как-то получил это». Можем ли мы также выражать нашу благодарность Ему, когда мы думаем, что дела идут не так, как надо? В это время можем ли мы не обвинять? О, Господь, что ты сделал? Почему ты делаешь это со мной? Дитя, ты не спрашивал меня, когда что-то неожиданно хорошее случилось с тобой. Я делаю хорошее и плохое с твоей точки зрения, только для твоего же блага. Не волнуйся, подожди. Прекрасно, что первые преданные, пришедшие к Савами, были как раз из этого материала. По крайней мере, многие из них. Сестра Карнам Камаламма также приехала к Савами. Ее звали Сароджамма. Это Сароджамма и ее муж Шьяманна. Они приехали с дочерью. Ее звали Джагадамба. У Джагадамбы был какой-то дефект глаз и вывих бедра. Она страдала от этого. Но когда они привезли ее с вами, Савами материализовал випхути или взял песок в чатравоте и нанес ей на бедра. И он взял цветы жасмина и сделал из них компресс для ее глаз. Ее глаз стал очень маленьким. И часто из него сочился гной и кровь. В течение восьми дней обе эти проблемы были исцелены. Савами сказал, «У Джагадамба будет долгая жизнь». Когда Савами говорит, что у кого-то будет долгая жизнь, это благословение. Когда Савами говорит, что жизнь будет короткой, это тоже благословение. Это не проклятие. То, что Савами дал Нарайан Шарми, также является благословением, как мы увидим позже. То, что Савами дал Джагадамбе, вновь благословение. Потому что все, что Господь дает, является благословением. Это правда, которую мы должны осознать. Савами сказал Джагадамбе, «У тебя будет долгая жизнь, у тебя будет ребенок». Когда она ожидала ребенка, так получилось, это было ночью. Дежурная медсестра спала, а у нее начались роды. Савами появился в больнице и пошел будить медсестру. Медсестра была в шоке, потому что не знала, кто этот Савами. Она подумала, что этот мужчина делает в женском родильном отделении. Она подняла тревогу, но к тому времени, прежде чем она смогла позвать других, Савами сказал, «Да, ты можешь обратиться в службу безопасности, если захочешь, но сначала пойди туда и помоги этой женщине». Она мучается, и у нее начались роды. И после этого Савами исчез. Вот так, когда Господь дает обещание заботиться, Он заботится. И это были первые люди, которые начали приходить к Савами. Они сказали, «Савами, мы приехали в партию, теперь ты также должен приехать в Бангалор». Это были, вероятно, первые несколько преданных, кто пригласил Савами отправиться в путь и навестить их в их доме. Очень часто во время Харикадхи повторяют слова «Харикатта Анант». Очень сложно держать нить, где находился Савами, потому что Он был здесь, но также был в другом месте. Мы говорим с Вами о 40-х годах. Один из давних преданных Савами, профессор Джумсай, он из Таиланда. Он родился в начале 40-х. Я думаю, именно в 40-м году. А в 41-м году Таиланд был втянут во Вторую мировую войну, поскольку японцы пришли и оккупировали его. А затем союзные войска пришли и стали бомбить его. Так они стали центральной страной во Второй мировой войне. И его семья жила в армейских казармах, потому что его дедушка был генералом в армии. Понятно, что место, где он жил, пережило много бомбардировок. Его мать рассказывала уже много лет позже, что однажды вечером человек, который выглядел как святой, подошел к их порогу. Это было в начале 40-х годов. Он дал ей мешок с белым песком и сказал матери Джумсай, возьми этот песок и посыпь его на ваши крыши. Ваш дом не будет разрушен. Она не знала, что с этим делать, но она взяла этот мешок и последовала инструкция. Разумеется, на следующий день ее дом был единственным, который устоял после той ночной бомбардировки. Профессор Джумсай слышал этот рассказ множество раз от своей матери. Много лет спустя, много десятилетий спустя он пришел к Свами, и он был убежден, что должно быть именно Свами пришел туда в той форме. Но у него никогда не было возможности проверить этот случай. Как спросить Свами? Свами это был ты? Поэтому он разработал план. Однажды его пригласили выступить на летнем курсе. Он должен был говорить перед Свами. Свами сидел в аудитории. Поэтому он решил, я расскажу об этом случае и посмотрю на реакцию Свами. Поэтому он рассказал свою историю. Он сказал, этот молодой человек пришел и передал моей маме мешок белого песка. И когда он сказал белый песок, Свами немедленно повернулся к студентам и профессорам, которые сидели вокруг Свами, и сказал, я дал випхути, этот человек говорит, белый песок. Профессор Джумсай говорит, что так он и выяснил, что это действительно Свами приходил тогда, в 41-м году. Вероятно, это было в то же самое время, о котором мы говорим, что Свами сидел здесь, ходил на четравоте, развлекал своих преданных из Бангалора. Но где был Свами, и где его не было? Вероятно, в качестве примера Свами рассказывает, это упоминается в Сатьям Швам Сундарам, этот конкретный случай. Свами собирался в Хармаварам с некоторыми преданными из Путапарти. Образовалась небольшая процессия из телег и повозок. В самом начале была Венкам Агару, сестра Свами. Свами и другие мальчики возраста Свами шли сзади. Они шутили, пели песни, были счастливы идти вместе. Где-то на полпути, уже в ночи, один из мальчиков прибежал к Венкам Агару и сказал, Свами послал меня, по дороге мы встретили одну женщину. Она стояла на обочине и плакала. Видимо, она разлучилась со своим мужем и не могла найти его. И Свами дал наставление, что ты должна взять ее в свою повозку. Венкам Агару ответила, конечно, если Свами сказал, давайте возьмем ее. Поэтому она усадила ее и в процессе снова начала движение. Через некоторое время мальчики прибегают и спрашивают, где Свами? Его нигде нет, все лихорадочно ищут, но Свами нет. Венкам Агару возвращается к своей телеге и видит, что этой леди тоже нет. И тогда Венкам Агару думает, что эта леди, видимо, слишком взволнована и, обеспокоившись этой необоснованной остановкой, она должна быть двинулась вперед. Поэтому она посылает двух других людей посмотреть, где она и попросить ее подождать, передать ей, что дальше мы возьмем ее с собой, передать, что мы уже продолжаем движение. Таким образом, эти два человека бегут вперед на две мили, но обнаруживают, что этой леди нет нигде, когда они возвращаются, они обнаруживают, что Свами вернулся. Он смеется и не может остановиться. Он говорит, «Неужели я был так красив, что вы меня не узнали?» Это интересный случай, и мы решили рассказать его вам. Наверное, это природа Свами. Свами решил немного изменить себя для привлечения большего числа преданных. Свами часто говорил, что первые 16 лет были игры, лилы. Свами был очень, очень игрив, на контрасте с тем Свами, о котором мы говорили в дни Ураваконды, когда Свами был очень серьезен. Свами часто бывал отстранен и предпочитал быть один, а не в толпе. Похоже, происходили изменения. Хотя Свами стал более озорным и игривым, если так можно сказать, и отказался от той серьезности, которая была в Ураваконде, когда дело доходило до определенных вещей, до устремленности на духовном пути, до преданных, совершивших ошибку на духовном пути, здесь не оставалось места веселья. Свами был очень строг в таких случаях всегда. Так было даже в те времена. Мы уже упоминали о Свами Читгананда Махараджа. Его небольшой ашрам даже сейчас существует в Катачаругу. Дело в том, что он был Дигамбара Свами. Диг означает небо, амбара означает одежду. Тот, кто носит небо, как одежду. Это должно означать полное отречение, полную непривязанность. В то время один Дигамбара Свами пришел в Патапарте. Он был хромым. Он добрался до Букапатнам. У него было несколько учеников, которые несли его. Он был совершенно голым и хотел бросить вызов Свами. Кто этот Свами? Я хочу сам посмотреть на это. Я старший Свами. Я Свами, который отрекся от всего. А этот Свами остается в чужих домах. И так он пришел к Свами. Когда они встретились, Свами вышел благословить его. И Свами дал ему кое-что. Ни банан, ни кольцо, ни цепь. Свами дал ему полотенце. И Свами сказал, завернись в него. И тогда Свами сказал со всей любовью, через свою ноготу ты хочешь выразить, что ты абсолютно отстранен. У тебя нет привязанности. Тогда почему ты живешь в обществе? Уходи в лес. Но у тебя есть проблема. Потому что ты чувствуешь, что если отправишься в лес, что с тобой будет? У тебя не все в порядке с ногой. Как ты будешь добывать себе еду? Кто позаботится о тебе? В тебе нет этой уверенности и веры. Я обеспечиваю пропитание для всех птиц и зверей в лесу. Я смогу обеспечить, и тебя тоже. Так что, если ты действительно хочешь быть отреченным, отрекись от общества. Свами сказал, если ты хочешь жить в обществе, если ты привязан к обществу, то следуй его нормам. Хотя он не сказал этого, но именно это и делает аватар в том числе. Свами был Марьяда Пурушоттама. То, как он взаимодействовал с женщинами, то, как он взаимодействовал с различными людьми, как он делал все остальное, все было согласно нормам общества. Какие правила связывают Господа? Их нет. Хотя у него нет правил, которым он должен следовать. Когда он пришел, он находился в обществе. Именно это он и сказал Дигамбара Свами. Когда ты остаешься в обществе, следуй его правилам. Накройся этим полотенцем. Либо, если ты хочешь отказаться от всего, иди в лес. Я позабочусь о тебе, не волнуйся. И тогда Дигамбара Свами упал к его ногам и со слезами благодарности и радости покинул Путапарте. Мы не знаем, стал ли он обычным Свами или бросил общество и пошел в лес. Мы этого не знаем, но мы уверены, что он был очень тронут, что даже упал к ногам Свами, из-за чего теперь люди стали говорить, «О, Боже, этот Свами действительно велик!» Даже Дигамбара Свами упал ему в ноги. Мы часто так чувствуем. Мы часто ждем подтверждения от ученого человека или кого-то, кого мы высоко ценим. В обоих случаях мы совершаем эту ошибку. Если президент идет и падает у чьих-то ног, мы думаем, раз даже президент это сделал, то он точно Бог. Почему? Потому что это президент. Не будьте дураками, испытайте сами. И как только вы получили опыт, то даже если муравей не падает кому-то в ноги, из своего собственного опыта падайте к его ногам. Но без вашего опыта, только потому, что определенные люди падают к чьим-то ногам, не означает, что вы должны сделать то же самое, потому что связь каждого с Господом один на один. Много лет спустя, в 60-х годах, еще один Свами Джи пришел в Потапарти со своими двумя челами. Его обмахивали апахалом, его преданные несли его вещи, куда бы он ни шел. Когда он приходил на Даршан, они расстилали большой ковер для него. Он сидел там. И Свами решил сыграть свою роль как следует. Свами вообще не смотрел на этого человека. Он выходил на Даршан, полностью избегая этой стороны, даже не бросил и ни единого беглого взгляда. И это дало возможность этому Свами Джи сказать, видите, этот Саи Баба не может даже смотреть на меня, потому что я такой могущественный. В тот момент, когда он взглянет на меня, все его силы перейдут ко мне. Вот почему он на меня не смотрит. Постепенно уже 4-5 человек стали сидеть рядом с ним, из тех, кто пришел на Даршан с Вами. Они совершали пада пуджу, пада севу во время Даршана. И Свами полностью избегал этого человека. Каждый раз, когда так случалось, этот человек подтверждал, видите, я говорил вам, Саи Баба не может смотреть на меня. И это продолжалось некоторое время. И люди задавались вопросом, почему Свами не делает ничего. Этот человек уже счастливо выстраивает вокруг себя учеников. Однажды, Свами вышел на балкон. До того, как был построен Кулвандхол, Свами проходил там свою столовую через этот балкон. И так, Свами вышел в тот день. И этот человек сидел там со своими учениками. И он, вероятно, выступал с особой речью. И снова говорил, видите, Саи Баба не может смотреть на меня. Свами вышел на балкон, встал и бросил только один взгляд. Свами просто посмотрел на него. Один взгляд. И ученики поняли, что среди них нет больше этого человека. Он подхватил свой тхоти и на полной скорости, не оглядываясь, побежал вперед. Никто не знал, что случилось. Свами просто посмотрел на него. И тот бежал без остановки, пока не достиг Гокулама. И два его ученика побежали за ним. Он сказал, я не вернусь больше в это место. Идите и заберите мои вещи, мы уходим. Вы знаете, с вами очень игрив. И иногда он может заставить вас поверить в любые глупости, которые у вас на уме. Вы можете продолжать верить в них, но в то же время он не такой, как все. Он пришел сюда не для этого. Он пришел, чтобы дать нам освобождение в конечном итоге. Однажды приехала международная команда баскетболистов, и они демонстрировали свою игру с вами. Это были американцы, и возможно, это неправильно с моей стороны так говорить, но они понятия не имели о духовности. Эта команда называлась Харлем Глоб Троттерс. С вами сидел и смотрел баскетбольный матч. С вами посмотрел весь матч целиком, что само по себе было благословением. Затем, в конце, с вами подозвал одного из игроков и материализовал кольцо для него. Этот человек понятия не имел, что делать с этим кольцом. Он просто посмотрел на него и ходил вокруг, показывая всем, «Эй, посмотрите на это, у меня теперь есть прекрасное украшение». И сидя там, многие из нас думали, «С вами одно дело получить Твое благословение, другое осознать, что это благословение. Одно дело получить Твою милость, но другое знать, насколько это ценно». Поэтому мы всегда думали с вами, «Твоя милость обязательно когда-нибудь придет». Мы так молились об этом. Но когда это произойдет, дай нам осознать. И это осознание именно то, что мы должны развивать. Это осознание, что каждый момент в нашей жизни благословлен, потому что нам посчастливилось знать с вами. И если у нас есть такое осознание, тогда один взгляд с вами заставит нас бежать к нему со всех ног, как сумасшедших. Но если мы не осознаем, как в случае с тем фальшивым бабой, один его взгляд заставит нас бежать от него. Субтитры сделал DimaTorzok